всем большой привет приветствую вас на канале см или ван смотрите на чем только не передвигаются американцы на всех видах ну конечно траки рулят тут бесспорно сейчас еще проедет вот так вот toyota trd тундра едет в общем вот такая вот дорога сейчас еду вот сам заезжал в porsche naples спрашивали уже несколько раз а что нет porsche есть porsche но у них нет нифига цен вообще нету цен и соответственно не могу вам ничего там поснимать потому что не на был у не на новых у них везде нет ценников в общем печальная печаль поэтому еду дальше встречи салон снять вам видео но пока я начну с тем что на своем канале я вам ничего не предлагаю ничего не продаю предлагаю подписаться на мой инстаграм весом или вен кто вдруг не в курсе на этом канале в инстаграме тачки пробеги цены все в общем а об автомобильной жизни флориды не скажу сша потому что сша это очень глобальное понятие все везде по-разному более интересно менее интересно но вот в части того что про флориду ну про один из городов флориды поэтому приветствую вас мои дорогие автолюбители друзья поехали с вами смотреть снова на тачке кстати анонсирую вам в этом выпуске значит вот это впереди у нас тут 5 авеню и в общем очень скоро будет называться 5 машины с 5 авеню и будут выставлены все крутейшие тачкину флориды точно огромное количество я обязательно буду на этой выставке под открытым небом обязательно вам засниму вот видите а вы говорите я флаги нашу да я еще скромняшка со своими флагами по сравнению с ребятами которые здесь разъезжают просто так вот такая вот история ладно отправлюсь в автосалон поэтому я заранее анонсирую где-то по моему в первых числа февраля будет бомбическое самое на мой взгляд офигенное шоу под открытым небом где будет все самое самое крутое все что создал мировой автопром берем к салон смотрите lx 470 стоит ну вот сюда мы с вами едем посмотреть вновь на цены и что нам нынче предлагает автосалон передать привет главному менеджеру по продаже мостину все кто желает приобрести тачки дам контакты приобретайте рейндж ровер и мазерати астон-мартин бентли и роллс-ройс в общем здесь все 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 что нужно короче для счастья что ребята начнем по порядку сколько тут всего вкусного и интересного смотрите начнем с ford raptor одна из самых популярных сейчас для заказа страны снг но в принципе он и здесь не менее популярен был здесь как-то белая вам показывал продан он красавчик был этот такой цвета морской волны наверно синий больше очень красивый цвет смотрите как смотрится этот монстр шикарнейший автомобиль да я знаю что сейчас нынче спрос переключился на рим тиракс и тиракс прорвет все просто мыслимые немыслимые продажи но тем не менее старый добрый raptor по-прежнему в цене многие вы ищет и в общем с удовольствием приобретают посмотрите какие у нас здесь элементы подвески стоят при этом все таки старые добрые рессоры ну что сказать про цену давайте скажу что это стоит 80 тысяч долларов ну кстати надо сказать для девятнадцатого года пробег всего 10 тысяч обратите внимание и вот он raptor кто-то мне недавно писал спрашивал как можно найти где можно я сказал что не так уж и просто тем более год обычно не проходной но имейте ввиду что растамаживаются эти автомобили рэм и raptor несколько по другим деньгам и соответственно закрыта жалко машинка и соответственно на них несколько других можно брать и посвежее ну порядка двадцати пяти процентов занимает еще доставка растаможка установка глонасса в общем получение документов всего и чтобы в москве его например забрать ну вот я вам показываю как есть смотрите всего 10 тысяч при этом это три с половиной литра видите да десяти ступенчатая автоматическая трансмиссия и 16 миль на галоне он ей переведите кому надо сколько это на 100 километров но или можно по-другому здесь написано 6 и 2 6 и 2 6 и 2 галона на 100 миль тратит ну просто умножаем на американский галлон только не путайте с английским так в общем вот такая вот история с этой машинкой ахиджелли покажу амг обвес смотрите все дела так предыдущая версия корвета ну как бы популярна по-прежнему сохраняет свою актуальность спрос устойчивый на них 80 тысяч долларов стоит это семнадцатый год гранд спорт 3 lt 4 476 и 2 движок у него в 8 естественно ну и даже сохранился видите лейбл первый при покупке так еще один корветик красиво смотрится эта машина но мне кажется что следующее поколение получилось вообще бомбическая и вот сейчас очень часто мне задают вопрос как можно привезти в россию в основном в россии спрашивают почему эти машины не знаю 62 за 16 год 63 тысячи точнее сказать 7 тысяч его пробег я уже говорил что дело не в сколько лет машине а дело в том что сколько какой пробег но такие вот эти невыгодно уже тащить получается в принципе ох ты шелби ребята собственной персоной очень часто я встречаю именно такую расцветку шелби ну а мне кажется она и самая красивая gt500 и уже сейчас есть в интернете шпионские снимки нового порт мустанг ждем очень в принципе давно он конечно уже в этой форме выпускается но при этом мне он больше всего нравится форме именно шелби с этими обвесами фантастический вид у него и это пожалуй пожалуй с момента вот 60-х тогда 65 67 годов мустанга честно говоря мне кажется впервые они сделали достойный вариант ну вот еще предыдущая версия разве что только да по моему до предыдущие вот еще неплохая а так после великого дизайна от великого лия кока мне кажется это наверное вот впервые они сделали что-то достойное ну вот это вот если рестайлинг у него разбегаются как раз вот в разные стороны уже поворотники так и очень легко определить рестайлинг от не рестайлинга хотя даже на до рестайлинговой версии уже ну понятно что ставят короче говоря другие просто фары и общем спокойно управляет поэтому иногда можно и не определить но так красиво смотрится ну и стоимость машины 98 тысяч долларов пробегом 2320 год ребята это для коллекционеров для маньяков и джейл и уезжает зараза не успел чуть-чуть вам заснять ну он ладно зато там есть ик-6 сейчас сниму вам тоже а он все salt а это джейл с джейл с 63 амг ох какой звук у него ребята так ну что терка f10 очень редко встречая в м обвесе здесь пятерку f10 бмв 33 тысячи долларов 15 год пробег 41 тысячи миль 550 x drive но 550 хочется конечно видеть в уже в обвесе нормальном они в стоковом версии и здесь прямо у нее от трешки колесики стоят ну короче прям печальная печаль еще этот цвет такой не тонированы поэтому болен ее бы чуть-чуть причесать и выглядел бы она конечно получше но хорошие сиденья стоят машины в идеальнейшем состоянии единственное конечно я могу сказать так что это x-drive единственное могу сказать что к сожалению несмотря на мою любовь я впервые когда увидел f10 55 версию я в нее просто дико влюбился и естественно себе и купил мне был трехлитровый дизель но был в обвесе м и был хамон у меня добавлен уже мною обвес а так естественно черная это же москва так машина конечно ну бы ей вот вот прям просится и немножечко видоизменить так семерочка и все-таки смотрите насколько они сделали в следующей версии более агрессивными да это огромная решетка немного ну такой диссонанс вызывает даже колесики по сравнению с ней кажется маленькие но тем не менее все равно машина стала агрессивный вид более же и короче говоря стоимость двадцатый год седьмая модель 750 x-drive 21 864 44 в 8 twin turbo charged white metallic черный салон ну и 80 88 тысяч хлам тонированная смотрите как красиво какой красивый у нее вид вот просто удачно бывает у бмв можно вот знаете удачную компоновку найти вот смотрите стоковая как бы версия да это понятно это еще и рестайлинг вот но все равно стоковая вот эти вот как бы все в принципе обыкновенно и вот тут же идет рестайлинг и м обвес у нее эти шильдик м стоит и сразу он меняет потому что хром здесь и нет здесь хрома здесь уже shadow line стоит правда она блестящий на все равно панорама здесь тоже панорама но на белом фоне она смотрится как черная крыша рассвет тоже поменялся такие вот вставочки черные короче блин вроде казалось бы чуть-чуть дизайн но и раз и машина меняется до неузнаваемости ну вот видите тоже рестайлинговые фары x-drive тоже и стоит шильдик м то что она под м сделано вот просто 750 обыкновенная до рестайл но в принципе смотрится не хуже откровенно говоря он длинные как вы видите стекло и салон здесь черный салон идеальный посмотрите вообще просто идеале так ну что ж на белом салоне но здесь фишка белый салон и давайте посмотрим разницу в цене на так 750 x-drive шестнадцатый год 33000 пробег и цена 48 332 ну вот смотрите сколько можно сэкономить денег и взять себе машинку просто чуть-чуточку более пробеговую но при этом салон в идеале то есть не ушатанный сам смотрите все знают что у бмв сильно засирается ее белая замечательная кожа но как и на лексусе она крайне не любит неаккуратного отношения сразу затиры поэтому найти машину в хорошем состоянии без белым салоном крайне редко ребята большая редкость и на самом деле большая удача x6 x6 в этом кузове это вообще в америке редкость ну кроме нью-йорка и калифорнии а у нас это редкость красивый комби салон уже на кпп ручкой рестайлинг ну в общем здесь это это уже рестайлинг shadow line стоит пакет машина мне кажется да она темно-синяя она не черная и это я не вижу правда какой объем сейчас мы с вами глянем на шильдик но судя по тому что не ну диски стоят м обвес вроде как тоже м руль м стоит это 5 ай 44 18 год и к 6 смотрите 20800 всего пробег 64000 ну почему-то у меня на такой новой машине почему-то у меня в 50000 пришлось менять радиатор я не знаю почему мне сразу как будешь менять и 50000 радиатора и грунт вряд ли у меня был такой x5 не знаю почему в общем такая такая проблемка у меня была здесь вот есть скольчик такой на боку но в целом машина в идеале у нее есть большой люк нет это не панорама это просто большой люк у нее камеры 360 вот стоит впереди камера chrome да нет я думаю зацвел нет не зацвел это просто пыль но вот это вот мне кажется самый красивый согласитесь обвес из всех которые есть на бмв ну таких доступный стоит при этом смотрите у нее проекция стоит руль немножечко подуставший 64000 64 и пробега я уже сказал но 64000 ребята это цена нового x5 сейчас который можно еще взять где-то там вымутить себе абсолютно новый zero будет пробег естественно в последний в последнем кузове чагуарчик тут ну видимо продан там у него стоит просто номерочек вот на самом деле вот эту машинку я приехал посмотреть откровенно говоря все меня подмывают взять либо x5 либо джио и сейчас посмотрим что да как с этим автомобилем ну вот как вы видите 20 год смотрите 20000 пробег 350 и джио и 60 64 783 но также как раньше новый стоил что у него есть у него есть он черный на салоне у него есть панорама да это по всей видимости полностью до панорамная крыша закрыта к сожалению автомобиль отличный свежий салон без каких-либо но расширители стоят и местные бы покрасить цвет кузова а то они так по-дурацки матово смотрятся прям хочется их покрасить 350 фоматик даже здесь мерседесик не ну полин на самом деле был бы он хотя бы 1059 можно брать 20000 пробега немного конечно год свежий но надо еще смотреть более внимательно комплектацию что у нас там есть но есть вентиляции подогрев сидений я так понимаю до премиальная акустика ну короче говоря все в принципе более или менее стандартно камеры ну-ка смотрим впереди боковые точно есть впереди я не вижу камера нет есть все камеры 360 вот она камера ну вообще на самом деле нарядная машинка хоть и 350 но нарядная так это у нас glc вообще какая-то заряженная смотрите вся нее какой-то пакет расширители стоят колеса такие модные разноширокие по моему стоят да по-любому сзади тапки шире такой бмв стайл да простят меня мерседеса воды так битурбо форматик а это кто-то надругался это кто-то полировал посмотрите и коряло заполировал потому что вот это вот короче стерли они пластик ну можно подкрасить не критично так очень красиво посмотрите у нее вставки карбон вот такая вот перфорированная кожа короче прямо блин лихая комплектация для glc это 43 индекс смотрите внизу какая юбка 2 2 ствол очки торчат а мг пакет ну такое прямо для для glc прямо ураган но и сколько же так еще тут панорама очень красивая комплектация ребята чтобы спрашивать в россию такие машины не выгодно вести и вот смотрите она стоит 78 211 21 год и пробег у нее 2890 но она в конские деньги обойдется это в 6 а вот кстати вот смотрите 78 200 она сейчас стоит с пробегом 2890 а вот ее новый когда она была новая куплена посмотрим сколько отдали за нее за нее отдали 75 как видите 75 0 10 ну понятно плюс налог бла-бла-бла как бы но это 85 то есть машину поюзали сколько-то 3 литра это у нас естественно то есть машина покаталась и в общем после когда она покаталась на нее накинули трешник и выставили на продажу ай молодца блин надо акуру продать кто будет брать так это у нас с вами офигеть это в дни или в общем тоже достаточно не часто встретишь это у нас с вами джеймси джеймси акадия но он в дни или вот смотрите сейчас тоже дайте посмотрим тоже его купили в двадцать первом году он только front wheel drive 36 в 6 вот здесь видите и купили его а за 49 800 49 800 ну вот шильдик данелли вы видите это тюнинг то есть чтобы понимали им двигатели и в принципе все органы движения управления то есть все это одинаковое единственное но это обвес определенные диски там салоне будет дн или надпись на руле дн или то есть такая как бы давайте так скажем незримый тюнинг такой или по сельской только зримый тюнинг вот и в итоге его продают за 51 тысячу бизнес видите какой сейчас сидела 9000 прошла машина 21 джеймси акадия дн или или это гора такая кто вдруг не знает вообще принято называть честь гор лесов в общем бизнес так ребята вот вот это рекомендую к тому чтобы привезти себе домой какую-нибудь страну снг в чем прикол у нас здесь стоит с вами дюра макс это turbo дизель это дизельный автомобиль пикап кто вдруг не в курсе пока что кроме тойота тундра тундру сейчас убрали этого списка а так эти автомобили привозятся по классификации как грузовой автомобиль грузовой коммерческий транспорт класса b поэтому на него нет налога на роскошь на него нету повышенного налога на лошадиные силы и так далее то есть машина крайне крайне короче говоря получается выгодная по привозке по цене по налогу единственное но это конечно же расход но это дизель так и смотрите 67 999 68000 21 год и 8000 всего пробег 3 литра как вы видите дизель что у него есть ну ребят честно скажу он более аскетичный нежели рэм например хоть это и динамили видите вот дин или на 50 до 10 есть электропороги кузов сделан тирексом тоже ведь у него интересно очень сделает делается так у него короче в своя фишка если у рэма сделали сейчас двери которые можно откинуть а можно распахнуть то здесь в общем их фишка в том что можно вот край борта вот этого убрать и тогда соответственно если вы что-то загрузили такое не знаю лыжи там наложили или там доски какие-то соответственно ваша сиера вам не даст чтобы они вывалились из кузова до скатились а вот тут вот можно положить такой ну чтобы не откидывать борт до конца в общем здесь у нас с вами еще тоже две камеры камеры вообще по кругу две камеры 1 рассчитана на прицепное кстати прицепное вообще новое тоже машины новые 21 год она не хуже но тут в общем куча всего подключение для трейлера фишек много на самом деле автомобиль чем фаршированный но на вкус и цвет тут вы знаете все фломастеры разные поэтому кому-то нравится рэм кому-то нравится сиера короче у него еще похоже есть еще и проекция вот вам вин кому надо ну машина такая кто будет вортака обойдется уже с растаможкой доставкой со всем 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 в москве короче говоря примерно встанет в 100 тысяч долларов ну я не знаю у кого какие потребности но это точно не первый автомобиль в семье мне кажется это ну как минимум второй ну в общем ребят показал я вам сегодня все что смог надеюсь вам понравилось пишите что думаете по этому поводу что здесь больше всего понравилось чтобы вы купили как вам ценники как вам перепродажа машин спустя год по увеличенной цене радует вот и меня радует ну короче вот так ладно всем пока пока подписывайтесь на инстаграм увидимся